В чат GPT-4O добавили много крутых функций, особенно в его мобильную версию. Давайте в этом видео посмотрим подробно те функции, которые были добавлены в чат GPT-4O и которые совсем скоро будут доступны нам всем. Смотрите, первая функция, которая мне зашла, это функция, которая позволяет нам не просто работать, как использовать чат GPT-4O для обучения, а реально позволяет нам использовать чат GPT в качестве индивидуального репетитора. Во-первых, вот здесь ребята предоставляют, у них есть планшет, то есть это обычный стандартный iPad, стилус от iPad. И в этом iPad, то есть к этому iPad подключен чат GPT-4, который, здесь тоже большое внимание, у которого есть функция распознавания экрана. То есть чат GPT в режиме реального времени видит, что происходит на экране. То есть вот сейчас ребята расшарили ему доступ к экрану и начинают с ним взаимодействовать. Давайте послушаем. Смотрите, что он хочет. То есть он хочет, чтобы чат GPT помог решить задачу по математике его сыну. Но при этом он не хочет, чтобы чат GPT, знаете, просто взял и вывалил ответ сыну, ученику. А он хочет, чтобы чат GPT задавал вопросы и подталкивал этого парня к тому, чтобы он сам решил эту задачу. Соответственно, лучше в ней разобрался. То есть в данном случае чат GPT будет действовать как полноценный репетитор. Давайте посмотрим, как это работает. But I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course. I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? То есть она его спросила, да, покажи мне сначала необходимый угол альфа, определив который мы начнем, соответственно, решать эту задачу, задачу по геометрии. И смотрите здесь, сначала он ей показал, да, где находится этот угол альфа, она говорит, да, круто, ты там определил его верно, теперь мне покажи, соответственно, гипотенузу. Он показывает не ту сторону треугольника, и она ему говорит, да, круто, молодец, ты слишком, ты близко к этому подошел, но на самом деле твой ответ неверный. Сайд AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, ok, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly, well done. Now that you've identified the hypotenuse... В Charger 5.4.0 были добавлены эмоции, то есть в голосовой помощник от Charger 5.0 были добавлены эмоции. И смотрите, да, как она, ну, либо он, как робот, да, искусственный интеллект помогает парню, то есть он там не кричит. Нет, это неправильно, ты неправильно определил, как учителя в школе многие делают. Он говорит, да, круто, ты, но близок к своему ответу, ты не решил ее, но давай подумаем вместе, давайте я расскажу правила, да, что такое гипотенуза. То есть она его подтягивает. Она не просто тупо решает ему задачи, она смотрит, что он делает и подсказывает ему, как бы, решение для дальнейшего решения задачи. Гипотенуза, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great, the dexin, that's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect, that's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle, using the lengths of the sides that we've identified? Okay, so, I mean, you told me that 7, this side BC, is the opposite side, and then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So, would we, would the answer be 7 over 25? And then, according to my opinion, it's very cool. So, now, everyone is able to do it with an iPad with a charge of 5, and you can download it with a charge of 5, and he tells you how to solve this task, and he tells you how to solve this task. Как было раньше, как вот с ним там, в предыдущей версии чад ÇokJрет работали, а у него есть функция распознавания экрана, вы, ты с ним можешь как с живым человеком общаться и решать задачу и усваивать материал намного лучше. Смотрите, следующая функция, которая мне показалась наиболее интересной, это функция так называемого снятия языкового барьера. То есть вы приехали, например, в какую-то другую страну, где говорят на совершенно непонятном вам языке, и при этом вы не знаете этот язык. Для того, чтобы взаимодействовать, раньше я, например, летал в Турцию, и мне попался как-то таксист, который вообще не говорит по-английски, только по-турецки. Я включал ChatGPT, мы с ним таким образом общались, но там была большая задержка, задержка в 3-4 секунды. Здесь же сейчас нет задержки, есть возможность перебивать ChatGPT. И посмотрите, как эти ребята демонстрируют возможность общения на разных языках через ChatGPT. Давайте посмотрим. То есть перевод в реальном времени. Майк, ты хочешь попробовать это? Конечно, да, давайте. Я говорю итальянский, поэтому мы можем просто сделать английский-итальянский. Давайте попробуем английский-итальянский. Конечно, давайте. Привет, ChatGPT, как дела? Я делаю прекрасно. Спасибо, что спросите. Как тебе? Как дела? Я делаю прекрасно. Так, я хочу работать как переводчик. Я у меня есть парень, который только говорит итальянский, и я только говорю английский. И каждый раз вы слышите английский, я хочу переводчик в итальянский, и если вы слышите итальянский, я хочу переводчик в итальянский. Это хорошо? Perfecto. Майк, я у меня вопрос, если ле балене потессеро парляре, коза ци диреберо? Майк, she wonders if whales could talk, what would they tell us? То есть она в режиме реального времени говорит на итальянском языке, ChatGPT переводит это там, в данном случае, на английский язык, и этот парень сейчас тоже будет говорить на английском языке, и ChatGPT будет переводить этот. They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci, come risolviamo le equazioni lineari? Sicuramente, sì. Certainly, sì. Great, looks like it works. Представляете, да, вот если это будет у нас, предположим, там не мобильная версия ChatGPT, я уверен, сейчас появится много различных интересных устройств, которые, как в фантастических фильмах из будущего, да, вот вставляешь в ухо специальный чип, как мы раньше мечтали, когда учились в школе английскому языку, что вставляешь в ухо что-то, и начинаешь говорить, соответственно, на том языке, который... на любом другом языке, вот эта функция как раз здесь и реализован, то есть, скорее всего, будет много различных интересных приложений, либо каких-то устройств, которые помогут вам в режиме реального времени, то есть, здесь уже не будет задержки, общаться на любом языке с кем угодно и понимать на любом языке кого угодно. То есть, языковой барьер ChatGPT просто снимает. И теперь большое количество преподавателей там иностранных языков, мне кажется, начали немножко напрягаться, да, если такая штука появится, и она будет работать вот так, как показано здесь, в режиме реального времени, а скорее всего, она так и будет работать еще и быстрее в будущем, то это просто... Следующая функция, которую представили, это функция, которая позволяет в режиме реального времени переключиться на камеру, и ChatGPT будет видеть, что происходит в картинке. То есть, грубо говоря, ты включаешь телефон, как по WhatsApp, да, с кем-то разговариваешь, кому-то звонишь, и ChatGPT видит тебя, и дает тебе какие-то подсказки, либо дает тебе какие-то советы, либо, может быть, просто оценивает то, что ты... То, что он видит, да, либо рассказывает о том, что он видит. Это крутая функция, например, вот в данном случае здесь пример показан, что парень говорит, вот у меня через несколько минут начнется интервью, давай мне подскажи, пожалуйста, как я выгляжу, да, на этом... для этого интервью. И вот что ChatGPT ему говорит. И смотрите, с какой интонацией она все это произносит, то есть она... вот по этому видео можно даже сказать, что она флиртует с этим парнем. Я не знаю, что я не знаю, что я думаю, что я буду делать это, что ты думаешь? О, Рокки, это довольно-таки статемент, Пи. Я, 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 я... Она видела картинку, она видела человека, она распознает его эмоции. Она сначала сказала, что, слушай, да, ну, как бы интервью круто, но ты выглядишь, как будто всю ночь программировал. Вот, когда он делал шляпу, она сказала, ну, блин, ну, вряд ли так стоит идти на интервью. Плюс она все это говорила в таком эмоциональном подтексте, что, на мой взгляд, она просто флиртовала с этим парнем. Следующая интересная функция, которая мне также зашла, это, смотрите, идет прямой эфир. То есть, встреча, да, митинг, конференция какая-то. И на ней четыре человека. Соответственно, четыре человека и чат GPT. Чат GPT, во-первых, полностью участвует в разговоре. То есть, она слышит, она запоминает, она понимает, о чем здесь говорят. И когда я задаю, когда один из спикеров что-то говорит, она эту информацию к себе записывает. То есть, запоминает. Потом ей начинают задавать вопросы по поводу того, что она услышала. И она отвечает на эти вопросы правильно. То есть, она правильно называет имена спикеров. Говорит, что вот этот ответил так-то, этот ответил вот так-то. Там, этот не любит кошек, не любит собак. То есть, здесь такая, ну, для примера был показан простой разговор. И в конце ее попросили сделать резюме, соответственно, этой встречи. Она без проблем рассказала краткую выжимку того, что здесь происходило. Давайте посмотрим, как это выглядело. Кто-то любит собак? И кто-то любит собак? Лилиан mentioned she любит собак. Anyone else here, Team Dog? Я тоже Team Dog. Меня зовут Кристин. И я думаю, что собаку с большим детям. Мы имеем большую герман шепер, и он с хорошим детям. Он любит собаку, и он любит собаку, и он любит собаку, и он любит собаку, и он любит собаку. Это очень добрый, Кристин. Кристина, особенно бренды, как герман шеперд, могут быть очень милыми и защитными. Это может быть довольно приятно, что вы все-таки очень милые, которые играли с таким большим детям. Кристина, Кристина, может быть, это очень милые. Кристина, можно объяснить? Кристина, в этом субботе, Лилиан и Кристин express their love for dogs, highlighting their loyalty, companionship, то есть она полностью предсказывает что было на этой трансляции что по каждому спикеру что каждый спикер говорил и все это будет еще реализовано в текстовом формате еще нам показали так называемого гида то есть когда вы например приезжаете в какой-то город незнакомый вам вы бы хотели там узнать что-то больше об этом городе вы без проблем можете с помощью там чаджи пяти построить себе маршрут маршрут прогулки по этому городу но во время прогулки вы встречаете какие-то интересные точки либо какие-то здания и вы просто включаете свой телефон в режиме камеры подключаете чаджи пяти показываете чаджи пяти то или иное здание она рассказывает о том что здесь было что здесь в данный момент происходит и вообще кто построил ну то есть какую-то краткую выжимку по этому зданию давайте посмотрим как это выглядит ну вот что я буду жить там вот что они все размещают вот что они все граждане вот сейчас сейчас я это что-то в в на и в и то есть скорее всего да вот этот вот человек он слепой и чад же пяти его ведет и подсказывает ему в процессе на что где что что происходит например вот это бугенбергской букин дворец и то в данный момент говорит скорее всего сидит король потому что там флаг приподнят этому по-моему приподнят был соответственно там сейчас находится король и она говорит как круто что вы сейчас не находитесь грубо говоря рядом с одним изданием да то есть чад же пяти позволяет слепому видеть этот мир ты даже не слепому любому человек который вот где-то оказался в новом для себя месте он хочет что-то узнать он включает камеру чад же птиму рассказывает об этом месте круто на самом деле было показано много интересных функций вот чад же пяти 4 именно мобильной версии чад же пяти 4 он но я выделил вот эти вот несколько функций на мой взгляд они являются как бы наиболее применимые в нашей конкретной жизни я надеюсь что это видео было вам полезно обязательно поставьте мне нравится под этим видео подпишитесь на канал с вами был герзуевич смотрите другие мои видео пока